Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Большие планы. Когда в крае откроется крупнейший за Уралом завод по производству кожи? Историческая встреча в Барнауле. Разгорается скандал вокруг памятников культурного наследия на территории бывшего ликероводочного завода. Особо охраняемо. Какие районы края теперь получили статус заказников? Первый за Уралом кожевиный завод готов на 70%. Накануне в Рио губернатора Виктор Томенко оценил ход строительства во время рабочей поездки в Заринск. Глава региона отметил, что правительство края будет делать все возможное, чтобы привлекать государственные инвестиции в развитие предприятия. Тему продолжит Ирина Корчагина. Еще немного и запах цемента здесь сменится на запах русской кожи. На днях в здании начали завозить первое оборудование. Общая сумма инвестиций в русскую кожу Алтай порядка 2 миллиардов рублей. И это в городе, численность которого не превышает 50 тысяч человек. Инвесторы планируют, что в месяц здесь будут выпускать минимум 600 тонн готовой продукции. Кожа для одежды, обуви, мебели. Ее будут поставлять не только на предприятия Сибири, но и за рубеж. Компания «Русская кожа Алтай» является сегодня у нас кандидатом на то, чтобы стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Если кожевиный завод все-таки станет резидентом, предприятие получит льготы на налоги. Кстати, «Русская кожа Алтай» откроет порядка 150 рабочих мест. Три сотрудника уже проходят обучение в Рязани. Люди будут получать хорошую, достойную заработную плату. А когда будет доход, вокруг этого будет и малый бизнес работать в городе. Когда есть доходы, он как-то поинтереснее развивается. Однако зимой строители кожевиного завода жаловались на невыплату заработной платы. В некоторых случаях задолженность доходила до 150 тысяч рублей. Руководство «Русской кожи» заявляет, что сейчас все проблемы решены. Все подрядные организации смены, которые себя проявили недоброкачественные, недобросовестные. Соответственно, сейчас у нас надежные партнеры, они выполняют свою работу. То есть никаких задолженностей нет? Нет. Сейчас строительные работы выполняются согласно графику. К началу декабря здание должно быть сдано в эксплуатацию. Первый выпуск продукции запланирован на конец года. Уже сейчас предприятие заключает контракты с поставщиками сырья и закупщиками. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. Наши новости. Первое заседание суда по иску семьи Наумовых о компенсации морального ущерба в 2 миллиона рублей состоялось в суде Угловского района. Напомним, такую сумму хотят получить в качестве компенсации родители 10-летней Надежды Наумовой, страдавшей гидроцефалией и год назад погибшей по версии следствия по вине медицинских работников. Как сообщила нам сегодня по телефону мама Надежды Юлия, заседание по сути было ознакомительным. Врачи Угловской районной больницы, а также Центра медицины катастроф предоставили письменное возражение против иска родителей. В нем, исходя из независимой экспертизы, которую делали в Санкт-Петербурге, сказано о недостатках оказания медицинской помощи погибшей. В частности, о том, что реаниматолог начал оказывать помощь на 90 минут позже, а реанимобиль медицины катастроф вызвали лишь через 3 часа. Возражение медиков приобщили к делу, как и чек на покупку лекарств для Надежды, которые ее мама искала по аптекам весь тот период времени, когда должна была помогать дочери. В больнице на тот момент необходимых лекарств не было. Судья также запросила оригинал Санкт-Петербургской экспертизы. Определились и с тем, каких свидетелей приглашать на следующее заседание. Главный врач наставил о том, чтобы пригласили свидетелей врачей, которые принимали участие в оказании помощи. Но она как бы это удовлетворила. На следующее заседание будут свидетели, педиатры, реаниматолог и анестезиолог. Приобщить к делу информацию о звонках с угрозами семьи Наумовых пока не удалось, но к следующему заседанию родственники намерены сделать распечатку звонков и смс неизвестных номеров, которые почти полгода приходят на телефон Юлии, как она нам рассказала. Но вот следующее заседание состоится 21 августа. Словно на отдельном острове вынуждены жить жители барнаульского села Ганьба. Еще весной они остались отрезаны от большой земли. Там размыло дамбу, которая связывала две части Ганьбы. Подробности в сюжете. У нас председатель бился, чтобы нам сделали нормальную в конце-то концов дамбу. И вот, да, праздник вроде бы у всех хорошо. Наводнение 2018 словно разделило жизнь ганьбинцев на до и после. Вода буквально смыла небольшой перешеек между двумя частями села. Правда, так было каждый год, уверяют старожилы. Теперь к этой проблеме добавилась еще одна. Начали дамбу эту делать, красота. Но, как людям ездить? По идее, чтобы начать делать дорогу, нужно сначала сделать красивый, хороший объезд. Ну ладно, хоть какой-то объезд, чтобы можно было проехать в любую погоду. У большинства сельчан на той стороне остались приусадебные участки с посадками. Говорят, в сезон дождей до нужной точки здесь просто не дойти и не доехать. Так совсем недавно к дому, в который ударила молния, не смогла пробраться пожарная машина. Спасатели поехали в объезд. Это ладно пожарная, у них огромные колеса, они более-менее проехали. А если вдруг, не дай бог, у кого-то из пожилых людей сердечко. И все. Скорая у нас сядет где-нибудь в поле и все, будет сидеть. Альтернативные пути есть, их два. Это в объезд, о котором говорит Оксана. Мы живем здесь тоже самое с весны и по глубокую осень. И мы вынуждены просто ехать по этой дороге. И постоянно бывает, что застреваем и просим друзей нас вытаскивают. И очень много машин по дороге. Потому что объездная там вообще, конкретно, там с горы в гору. Второй по грязи вдоль дамбы путь, который предложили строители. Оба варианта выглядят весьма сомнительными для местных жителей. Вот пройдите, когда дождик был, первый дождик, как люди спотыкались на ней, понимаете. Вот на ней надо сделать, ну как положим, по строительству. А делай всего на все здесь на один день работы им всего. У строителей и инициативным гоньбинцам удалось выяснить, что новую дамбу построят не раньше декабря. Эта информация, мягко говоря, повергла их в шок. Ведь скоро начнется сбор урожая, который по таким дорогам им не удастся увезти домой. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Педагог Барнаульской цирковой студии «Реликина» предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью воспитанницы. 25-летняя тренер обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. По данным следствия, в декабре 2017 года она проводила индивидуальное занятие по отработке упражнения на воздушном кольце с 10-летней воспитанницей. Понадеявшись на 5-летний опыт занятий девочки, обвиняемая не прикрепила страховочный трос, а использовала расстеленные на полу сцены гимнастические маты, которые не могли обеспечить безопасность в случае падения. При выполнении упражнения на воздушном кольце на высоте около полутора метров девочка сорвалась головой вниз. В результате ребенок получил компрессионный перелом и травмы позвоночника. В ходе предварительного следствия удалось собрать достаточные доказательства, подтверждающие причастность педагога к тяжким последствиям в связи с ненадлежащим выполнением профессиональных обязанностей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Глава Барнаула Сергей Дугин утвердил проект планировки и межевания территории исторического комплекса Барнаульского сереброплавильного завода, известного как «Спичка». Напомним, в конце мая проект утвердили на общественных слушаниях. Теперь барнаульские защитники старинные опасаются, что новые собственники воспользуются проектом, чтобы построить на территории торговый центр. Согласно этому плану, во владение города отошла часть памятника – старинная заводская плотина. Вместо этого нынешним собственникам комплекса, бизнесменам Евгению Ракшину и Нодару Шони, достался большой свободный участок рядом. Общественники опасаются, что именно там появится новый торговый центр, соседство с которым может навредить памятнику. Но автор проекта «Реставрации спички» архитектор Александр Деринг напомнил, что собственники прилюдно обещали отнестись к памятнику с должным вниманием. «Пока собственники тоже, они робко, но все-таки нам на публичных слушаниях мы их напрямую спрашивали, и публика спрашивала, что вы, намереваетесь ли вы там заниматься реставрацией памятников, да, мы будем», – был ответ. «Будете вы строить гипермаркет, вот этот сумасшедший, с каким-то, они сказали, нет, не будем. Может быть, мы что-то будем, но другое совсем». Он пояснил, для того, чтобы начать там строительство, как строительство, так и реставрацию, требуется проект «Зон охраны». Он определит, что можно будет возводить рядом с памятником, насколько высоким и объемным может быть строение. Документ уже больше года проходит согласование в Федеральном министерстве культуры, и будет ли принят в ближайшее время – неизвестно. В Барнауле разгорается скандал, связанный с сохранением объектов исторического наследия. На этот раз в центре внимания комплекс зданий «Казенный винный склад» постройки начала 20 века. По мнению барнаульских общественников, застройщик под видом реконструкции снес две крупные постройки начала 20 века. Застройщик же уверяет, что действовал в рамках закона. Сегодня две стороны встретились на строительной площадке, чтобы расставить все точки над «и». За происходящим наблюдал Илья Кочетков. В начале прошлого века здесь, на городской тогда окраине, был комплекс из шести зданий винного завода. Теперь вокруг одна за другой вырастают высотки будущего жилого комплекса. А вот старинных зданий становится меньше. Не так давно два из них, входящие в список памятников культуры, исчезли без следа. Краевед и общественник Данил Дегтярев возмущен. Снос памятников, находящихся под охраной государства, запрещен законом. У застройщика другое мнение. Они находятся на охране, их никто не снимал. Ведутся работы по воссозданию на их месте и останутся они памятниками. Мы о разном говорим. Поводом для встречи стала публикация на одном из информационных сайтов, где Дегтярев буквально обвинил застройщика Андрея Комякова в том, что тот уничтожил старинные здания, чтобы заменить их новоделами. Бизнесмен уверяет, оставлять строения, как есть, было нельзя. Они попросту рушились. Кроме того, их много раз перестраивали, а они утратили историческую ценность. Потому и решено было одни здания реконструировать, а два попросту снести и построить заново под старину. После многих экспертиз Алтая Хронкультура выдала разрешение на эти работы. Если разрешение на проведение работ по воссозданию, воссоздание подразумевает разбор, я вам альбом на снос представил, ну я варвар или я работаю по закону. Архитектор Екатерина Шаповаленко уверяет, в итоге получится уютный квартал, сочетающий здания современного и старинного типа. Но Данил Дегтярев напоминает, здания, находящиеся под охраной государства, сносить категорически нельзя. И в ответ на разрешение на снос, выданные Алтай-Охронкультурой, показывает ответ на запрос в ту же Алтай-Охронкультуру за подписью в Рео начальника управления Александра Урбаха. Ответ Урбаха означает, что пять зданий, ну шесть с жилым домом, которые за пределами строительной площадки, шесть зданий являются памятниками. Но это же самое управление фактически разрешило из шести зданий два уничтожить и на их месте создать, ну сами понимаете, да, новые здания. По словам Дегтярева, к застройщику он больше претензий не имеет. Тот действительно действует по закону. Разрешение-то есть. Зато к Алтай-Охронкультуре у него теперь много вопросов. Застройщик же, тем не менее, подумывает о том, чтобы подать на общественников в суд за моральный ущерб. Словом, новая история только начинается. Илья Кочетков, Павел Лаурнин. Наши новости. В Алтайском крае появился заказник пеликаний. Прежде эта особо охраняемая природная территория называлась иначе заказник андатровый. Но в этом году его решили переименовать в честь экзотической птицы пеликана. Несколько лет назад эти птицы облюбовали озеро Кабани, расположенное на территории заказника. Здесь они проводят летние месяцы и выводят птенцов. Как отмечает орнитолог и фотограф Алексей Эбель, в этом году ученые зафиксировали 11 птенцов и почти два десятка взрослых особей. Специалисты говорят, что пеликан появился в Сибири не больше 10 лет назад, возможно, из-за глобального потепления. Родина наших, по версии ученых, Средиземноморья или Каспии, но точнее еще предстоит установить. Кабани они, возможно, облюбовали именно потому, что оно расположено на особо охраняемой природной территории, где их не беспокоят люди. На самом деле заказник создался не для пеликанов, но в итоге пеликаны стали гнездиться в заказнике. И в близлежащих озерах, которые мало чем отличаются, от озера Кабанево, тем не менее, там пеликаны не гнездятся. В этом году в Алтайском крае могут появиться еще пять таких же заповедных зон. Региональная Минприрода выделила 700 тысяч рублей на обследование территории. Урочище Трунов-Лук в Егорьевском районе, Голубцовские склоны в Заринском и других. Отметим, что на особо охраняемой природной территории по закону ограничена охота и рыбалка, распашка земли, строительство и другая хозяйственная деятельность для соблюдения режима покоя животных и птиц. Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова проходит в эти дни на родине артистов в поселке Верхопское. Это уже 10-й юбилейный фестиваль в честь артиста, пародиста и экс-губернатора Алтайского края. Торжественное открытие состоялось вчера. Уже сегодня полным ходом шли спортивные состязания на Кубок Евдокимова, экскурсии, конкурсы, живописи и выступления творческих коллективов. Завтра в три часа дня начнется большой галоконцерт под открытым небом, на котором выступят звезды российской эстрады. Скрипач-виртуоз Степан Мезенцев, певец Сергей Любовин, ансамбль «Частушка» и легендарные самоцветы. Также в этот день здесь впервые откроется фестиваль «Кино. Верные друзья», на котором пройдут творческие встречи с друзьями Евдокимова. Актером Александром Панкратовым-Черным, режиссером Александром Михайловым и оператором Анатолием Заболоцким. Напомним, в прошлом году праздник собрал больше 20 тысяч человек. В этом году, уверены организаторы, рекорд будет побит. Подробный репортаж о фестивале смотрите в понедельник, в вечернем выпуске наших новостей. Не пропустите. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 4 августа в крае переменная облачность. Без осадков и жарко. Самая высокая температура ожидается в Славгороде и Яровом – 28. В Бийске и Змейногорске – 27. И около 25. В Заринске и Белокурихе. В Барнауле переменная облачность. Ветер юго-западный умерен. И ночью 10-12 градусов. Днем до 27 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Это все новости к этому часу. До встречи. Афанасий Нестерович Абрамов воевал на Брянском и Центральном фронтах. Во время форсирования Днепра, используя подручные средства, в течение 4 часов под вражеским огнем переправлял на правый берег реки 120 бойцов и командиров с вооружением. Днем позже лейтенант Абрамов со своим взводом первым ринулся на защиту берега во время атаки немцев. В ходе боя уничтожил 4 пулеметные точки, за что ему и было присвоено звание Героя Советского Союза. Владимир Рублевский на фронте с 43-го года. В 44-м в составе передовой группы под сильным огнем противника сержант преодолел реку Западная Двина, участвовал в боях по захвату и расширению плацдарма на левом ее берегу. Погиб в следующем бою. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.